МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую региональную неделю, выезжая в районы края, это различные районы края, вся территория Алтайского края является предметом внимания с моей стороны. То есть не только избирательный округ, но и вся территория края? Это и есть, так скажем, в территориальном плане округ Алтайский край, который я представляю в Государственной Думе. Поэтому очень важно, на мой взгляд, быть во всех районах, услышать все вопросы, актуальные вопросы сегодняшнего дня. Но я могу сказать, что они, как правило, являются типичными, поскольку это вопросы, которые касаются сферы образования, здравоохранения, социальной политики. Вечные проблемы, скажем так. Это типовые проблемы, которые характерны для любого района. Наверное, это и проблемы, которые характерны не только для нашего субъекта Российской Федерации, но и других субъектов в нашей стране. Конечно же, многие актуальные вопросы, они поднимаются, исходя из реалий нашего времени, из тех законодательных или подзаконных норм, новых норм, связанных с совершенствованием нашего законодательства. В частности, если мы, допустим, коснемся наиболее острой проблемой, это проблема, связанная с обращениями с твердыми коммунальными отходами и так далее. Этот вопрос практически поднимается на каждой встрече с жителями региона, независимо от районов территорий, районов края. Вот этот вопрос, возможно, в Алтайском крае стоит наиболее остро в сравнении с другими регионами, потому что у нас более 40% сельского населения. И вот я знаю, что сельские жители указывают на необходимость, в том числе пересмотра нормативов для собственников домов частного сектора с печным отоплением по вывозу ТКО. Что вы об этом думаете? Знаете, есть нормы, которые регулируются на законодательном уровне в рамках нормативно-правых актов федеральных законов, есть подзаконный уровень, где регулируются соответствующие общественные отношения по нормированию накопления твердых коммунальных отходов и так далее. Поэтому практически на каждой встрече в районах, сельских районах Алтайского края эти темы нами обсуждаются. Все вопросы и предложения, которые поступают от жителей региона, они учитываются в моей повседневной депутатской работе. В частности, могу сказать, что за предыдущие региональные недели мы накопили множество вопросов и предложений. Они все были учтены в запросах, которые мной были подготовлены и направлены в Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, а также в профильное министерство Минприроды России. Мы получили соответствующие ответы. Эта тема, она острейшая тема, она стоит на контроле, на особом контроле, в частности, и с моей стороны. Конечно, вопросы поднимаются, связанные с тем, что у нас есть определенное наглядное отличие от обстоятельств, связанных с твердых коммунальными отходами в городе, как это обстоят дела, также и в частном секторе, в сельских населенных пунктах. Мы понимаем, что есть обстоятельства, которые не учтены, и положения с обращениями с твердыми коммунальными отходами для жителей сельской местности. Во-первых, это классы отходов, которые не учтены. Мы знаем, что дома с печным отоплением имеются такие отходы, как зола или продукты жизнедеятельности от животных, крупнорогатого скота и так далее. Есть, соответственно, уклад сельской жизни, где жители сел используют, перерабатывают в удобрения и так далее. Но это не говорит о том, что они могут и все используется. То есть где-то необходима здесь проработка, вернее, она является острой в датном случае с точки зрения своего внимания в плане регулирования вопроса, связанных с такими коммунальными отходами. И немаловажный вопрос по нормированию, то есть нормативам накопления твердых коммунальных отходов, о чем мы вот так вот детально прорабатываем на встречах эти предложения. И в этой связи те запросы, которые были мной направлены и получены ответы, свидетельствуют о том, что ведется сейчас в данный момент проработка этого вопроса, и обсуждается необходимость поддержки, финансирование субъектов Российской Федерации, а также ставятся конкретные предложения со стороны Федерального Центра, рекомендации для субъектов Российской Федерации, связанные с тем, чтобы осуществлять оплату и определять оплату за твердые коммунальные отходы по фактическому объему накопления, что актуально для жителей сельской местности, а не по нормативам накопления. То есть непонятно, каким нормативам. Это в определенной степени снизит финансовую нагрузку. Вот в этом контексте мы достаточно плотно работаем по данному вопросу и с профильным министерством, и с Комитетом Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. То есть правильно ли я понял, что, возможно, в будущем будут предусмотрены определенные субвенции из федерального бюджета для вот этой работы? Мы стараемся, чтобы так и было. Кроме этого вопроса, связанного с нормированием, накоплением твердых коммунальных отходов, возникает еще и вопрос, тоже актуальный для жителей сельской местности, для администрации местных, которые расположены в сельской местности. Это вопрос, связанный с содержанием площадок для накопления твердых коммунальных отходов, с приобретением контейнеров. Где-то контейнеров не хватает. И в этой связи, опять же, на встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым был этот вопрос поднят. Премьер-министрам поставлена задача, дано поручение профильным министерствам по соответствующей тематике провести следующую работу, провести инвентаризацию тех мест, площадок и определить потребность, в софинансировании субъектов Российской Федерации, определить перечень субъектов Российской Федерации, которые остро нуждаются в такой финансовой поддержке. На мой взгляд, это каждый регион. То есть здесь очень сложно как-то отделить один регион более успешный в этой связи от другой. Я думаю, что это будет системная работа и системная поддержка, финансовая поддержка наших регионов. Еще одну тему хотелось с вами сегодня в рамках программы обсудить. Это, конечно, тема развития образования. Знаю, что в Госдуме были большие парламентские слушания на эту тему. Сейчас как раз это актуально обсудить. Начался учебный год. Что обсуждалось на парламентских слушаниях? Какие программы, какие проблемы и так далее? Да, эта тема очень актуальна. Особенно действительно, вы правильно говорите, начался учебный год. И хочется поздравить всех родителей, бабушек, дедушек, наших первоклассников, всех обучающихся, которые пошли уже в этом году, со 2 сентября, учиться. И это действительно очень приятное время. Оно, конечно, хлопотное и трудное, но очень важное для наших детей, для нашего будущего поколения. Поэтому с этим, конечно, хотелось всех поздравить с началом учебного года. И эта тема является актуальной. Она поднималась, тема, связанная с вопросами образовательной деятельности, воспитательной деятельности, как неотъемлемых компонентов единого целого. Она поднималась на больших парламентских слушаниях. Конечно, были подняты вопросы по заработным платам учителям, по вопросам проблем с малокомплектными школами, вопросы с кадрами, особенно кадрами, которые необходимо привлекать в сфере образовательной деятельности на селе, и многие другие вопросы. Если остановиться коротко на этих моментах, мне бы хотелось озвучить позиции парламентариев, о чем мы говорили с министром просвещения Российской Федерации. Это вот о заработных платах учителей. О необходимости сделать оплату для учителей достаточно прозрачной и понятной. У нас очень много компонентов в заработной плате, привязанных к региональным составляющим, к средней заработной платы по региону, поэтому заработная плата учителей может быть разница. Мы говорим о необходимости понимания, сколько будет получать молодой учитель, молодой специалист, который поедет в село работать или придет в городе в школу. Мы видим правильность понимания базовых ставок, окладов, которые при прочих равных условиях за общую норму, нормальную норму рабочего времени учитель мог рассчитывать. Ну а остальное, конечно, это могли быть и районные коэффициенты, и стимулирующие доплаты и так далее. То есть здесь привязка к региональному компоненту – это большой вопрос, и мы обращали на это внимание министра просвещения, чтобы эта система стала более прозрачной и понятной для всех. Вторая проблема, неваловажная, это малокомплектные школы. Я знаю, что не только у нас в регионе, но и в других регионах проходит оптимизация. Малокомплектные школы закрываются, либо переходят из статуса юридического лица в филиал, и потом тоже может сложиться неблагоприятная тенденция. В общем, в случае вообще упраздняется. С ликвидацией или, так скажем, мы говорим, реорганизацией этих школ. В этой связи мы на правонарственных слушаниях поднимали этот вопрос, связанный с тем, что нам необходимо в законодательстве четко, со стороны министерства, выработать предложение, определить понятие малокомплектных школ, чтобы мы видели уже возможность финансирования с федерального бюджета таких школ, и эти школы у нас сохранялись в селах. Ведь мы принимаем наряду с этим... Это вопрос комплексный, надо его смотреть системно. Мы ведь приняли и программу, и она реализуется комплексного развития сельских территорий. А эта программа связана с финансированием села в различных ее сферах, в том числе и затрагиваться должна и сфера образования. Поэтому здесь все эти меры должны быть разумными, адекватными комплексами. Нам необходимо и сохранять, потому что есть перспективы и развития определенных сел, есть демографические спады, есть и демографические подъемы. Когда будет подъем, а школа может не оказаться просто. Да, важно уделять этому внимание самое острое в этой связи. Поэтому вопросы малокомплектных школ являются актуальными в этой связи. И мы, в том числе, работаем сейчас над законодательными предложениями, связанными с необходимостью учета мнения жителей сельской местности. Нам важен здесь диалог, стороны должны на этот счет разговаривать. Надеюсь, так и будет. Олег Петрович, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Благодарю вас за интересную беседу. А нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня в студии программы «Интервью дня» был Олег Быков, депутат Государственной Думы, член Комитета по государственному строительству и законодательству. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова